Приятного вечера вам! Расскажем вам о гениальном актере с бархатным голосом Юрии Яковлеве. Одним из первых потрясений в жизни маленького Юры стал развод родителей. Мальчику было всего три года, когда родители расстались. Отец будущего актера был юристом. Мать была медсестрой, но длительное время работала поваром в Кремлевской столовой. Еще до рождения сына Ольга Михайловна переехала в столицу из Таганрога. До революции у ее отца был собственный завод по производству масла, который приносил неплохие доходы. Родительница будущего актера получила неплохое по всем меркам образование. Интеллигентная, обладающая аристократической красотой, женщина не знала недостатка в поклонниках. Отец актера – выходец из воронежской обеспеченной семьи. Его дед был владельцем Кожевиного завода, купцом Первой гильдии, еще и депутатом Городской думы. Любопытно, что отец Юрия когда-то учился в студии при МХАТе. Сам Станиславский высоко оценивал старания артиста с купеческими корнями. Когда Юре было всего 11 лет, его случайно заметил на улице ассистент режиссера, который искал актеров для фильма «Тимур» и его команда. Правда, пробы тогда Яковлев провалил. На тот момент он не сильно расстроился из-за этого, но, вероятно, определенный осадок остался. Потом началась война, и все в жизни подростка изменилась. Мать чудом не попала под волну массовых арестов. Семья отправилась в Уфу в эвакуацию. Там Ольга Михайловна работала в госпитале, а сын, несмотря на юный возраст, частенько помогал ей после школы. Когда будущему артисту исполнилось 15, семья вернулась в столицу. Шел 1943 год, и чтобы выжить в столь непростое время. Юрий устроился на работу в американское посольство механиком. А еще учился в вечерке, изучал языки, мечтал поступить на факультет международных отношений и стать дипломатом. В какой-то момент Юра решил, что он неизменно должен стать артистом. Вот только вовгик его принимать не желали. Говорили, что его внешность не подходит для кино. Тогда абитуриент решил попробовать счастье в щуке. Его приняли, вот только процесс учебы оказался слишком сложным. Яковлева едва не отчислили с первого курса, и лишь благодаря благосклонности Цицилии Львовны Мансуровой, студент получил второй шанс. Юрий не подвел наставницу, и после выпуска получил место в театре Вахтангова. Начинал актер, как и многие его коллеги, с ролей второго плана. Уже на второй год службы, ему стали доверять более серьезные работы. Всю жизнь Юрий Яковлев хранил верность единственному театру. Даже критики в шутку говорили, что бархатный баритон Яковлева нужно разливать в банки и продавать как лекарственное средство. Стоило актеру выйти на сцену, и происходило чудо. Высокий брюнет с пронзительным взглядом производил неизгладимое впечатление на публику. Юрия Яковлева считали универсальным артистом. Ему с легкостью давались образы комических персонажей. А его князь Мышкин до сих пор считается чуть не самый лучший. Неизгладимое впечатление, талантливый актер, умел производить и на прекрасных дам. Вот только разобраться в собственных чувствах временами ему было совсем непросто. Кира Мочульская училась в медицинском вузе. Несмотря на свой юный возраст, она уже побывала замужем и успела развестись. Красотка даже обзавелась новым женихом, режиссером Володей Венгеровым. Он планировал дать своей избраннице роль в картине «Два капитана» и переехать ради нее из Ленинграда в Москву. Ты не представляешь, какая она. Володя восхищенно возвел глаза к небу, как будто именно в этот момент там транслировали изображение любимой. Какая? Завороженный Юра тоже поднял глаза к небу, надеясь увидеть образ той, что так воодушевило приятеля. Вскоре у Юры и самого выпал шанс присмотреться к Кире. Возможно, если бы не постоянные дифирамбы Венгерова, Юра и не рассмотрел бы летящей походки, задорного смеха и искрящихся глаз. Пока Венгеров улаживал вопросы в Ленинграде, его невеста случайно встретилась с Юрием на одной из вечеринок. Дальше, больше, один из близких друзей актера посчитал нужным сообщить Кире, что Яковлев от нее без ума. Сам актер краснел и робел как мальчишка, глядя на девушку. Киру это позабавило, но в тот же вечер они гуляли по улицам Москвы. Про Венгерова можно было забыть, как про прошлогодний снег. Конечно, узнав о случившемся, режиссер не пришел в восторг. Влюбленные расписались не сразу, но друг без друга уже не мыслили своей жизни. Если любимая Кира не могла сопровождать избранника во время работы в другом городе, Юрий писал ей письма, отправлял бесконечные подарки и дико скучал. Кире даже удалось обуздать уже сложившуюся привычку Яковлева пропускать по несколько рюмочек коньяка после спектакля. Как медик по образованию, она прекрасно понимала, к чему приведет такая регулярность. В этой семье могла бы быть идиллия, если бы не отсутствие детей. Попытки были, вот только успехом они не увенчались. Первенец супругов умер спустя три дня с момента рождения. Совместное горе не сделало мужа и жену ближе, лишь увеличив успевший наметиться раскол. Вскоре Кира сообщила мужу, что снова беременна. Казалось бы, жизнь постепенно налаживалась. Кирочка, а Катюша Райкина сегодня опять обихаживала твоего мужа. Смотри, уведет ведь, женский голос в телефонной трубке резко оборвался. Кира даже не успела ответить звонившей. То, что молоденькая Катя Райкина, только что пришедшая в Вахтангово, неровно дышит в сторону Яковлева, знали все. Как водится, нашелся и доброжелатель, который посчитал нужным открыть глаза на происходящее законной супруге. Кире докладывали, как молодая Катя Райкина охотно сидит на коленях у Юры во время гастролей, как рассыпается в комплиментах перед актером. Соперница настолько увлеклась Яковлевым, что забыла о собственном муже. Актриса на тот момент была замужем за Мишей Державиным. Катя Райкина вцепилась в моего Юру как клещами. Даже Миша Державин ничего не смог сделать, вспоминала позже Кира. Яковлев все отрицал. Просил не верить слухам. Так продолжалось несколько месяцев, пока Кира не узнала, что ее соперница тоже беременна. После этого Кира поставила вопрос ребром и посоветовала мужу оставаться на ночь у соперницы. На этот раз Яковлев отпираться не стал и перебрался к Кате. С разницей в 4 месяца на свет появилась дочь Алена, от Киры, и сын Алексей, от Кати. Как к Амурам дочери отнесся именитый комик? Как вы догадались, Катя Райкина дочь Аркадия Исааковича. Признаться, он не пришел в восторг от того, что его дочь разбила семью. Но узнав, что Катя в положении, отреагировал кратко и лаконично. Убью, если не женится. Отношения с Катериной закончились так же быстро, как и начались. Сыну было три года, когда супруги развелись. Долгие годы Алексей не желал общаться с родным отцом. Лишь когда парень поступил в щуку, отношения стали налаживаться. По воле судьбы, в этом же вузе, училась, и Алена Яковлева. После расставания с Катей, Юрий снова стал завидным холостяком. В его жизни, появлялись новые возлюбленные. На третий брак, Яковлев, решился спустя несколько лет. Ирочка Сергеева, возглавляла театральный музей. Она прекрасно знала обо всех прошлых романах актера и его непростых отношениях с детьми. Женщина подарила Яковлеву сына. Именно с подачи мудрой и терпеливой супруги трое детей Яковлева стали общаться с отцом и между собой. Ирина охотно принимала всех детей мужа в гостях и смогла их сплотить в единую семью. Терпения и мудрости у этой сильной женщины хватало даже на то, чтобы закрывать глаза на небольшие интрижки мужа. Все дети талантливого, легендарного актера пошли по его стопам. Более того, старшие внуки тоже продолжили династию. Своих детей и внуков Юрий Васильевич обожал. И сожалел лишь об упущенных годах, когда не общался со старшими детьми. Комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Продолжение следует...